В нескольких моментах касательно средств индивидуальной защиты. Очень много моих коллег обращается и в социальные сети, и в различные инстанции с просьбой обеспечить их всем комплектом средств индивидуальной защиты. Здесь я хотел бы сказать, что у нас нет задачи практически экипировать каждого своего медицинского работника по третьему уровню безопасности. Потому что есть приказ Минздрава, в котором четко были определены те учреждения, те специалисты, которые привлекаются к работе с коронавирусной инфекцией напрямую и которые должны быть защищены в должной мере. Поэтому мы просили бы эти вопросы на месте с руководством это решить. При необходимости каждый руководитель медицинской организации должен с приказом ознакомить. Если это необходимо, на сегодня есть условия закупить в достаточном количестве средства индивидуальной защиты разной комплектации и, соответственно, вот таким образом обеспечить своих медицинских работников. Так вот, есть мобильное приложение, соответственно, по согласию самого владельца этого телефона устанавливается приложение и идет некоторый контроль за передвижениями этих обсервированных лиц. Потому что, если они будут нарушать, то это будет через мобильное приложение взято под контроль. И если очень грубые нарушения, то, естественно, они подписывают обязательства о том, что нарушение режима карантина, оно может за собой повлечь какое-то административное или другое наказание. Сейчас вот у нас работают бригады врачей из Польской Народной Республики, из Китайской Народной Республики. И в процессе общения мы задаем очень много вопросов. И это многие вопросы касательно, как предупредить заражение коронавирусной инфекцией, естественно. И тогда мы получили очень простые такие рекомендации. В обязательном порядке режим проветривания, потому что окна должны быть всегда открыты, чтобы в комнате был постоянно свежий воздух. Второе, на что они обратили внимание, чтобы мы держали в чистоте руки. То есть мы эти рекомендации не устаем об этом говорить. Особенно отметили важность еще дезрежима, чтобы дезрежим соблюдался в каждой организации. И очень такое важное, они сделали важную рекомендацию, это строгое соблюдение социального дистанцирования. И сделали одно такое замечание, что у нас по улицам очень много находится людей. Это связано с тем, что очень много обсерваторов находится в городе Бишкек. Здесь очень большое накопление и контактных лиц. Соответственно, более интенсивная работа проводится здесь с вовлечением большого количества медицинских работников. И, соответственно, наверное, больше проблем накапливается здесь. Постепенно все это мы пытаемся разрулить и обеспечить соответствующую работу здесь. По нашей информации, 12 сотрудников силовых структур заразились коронавирусной инфекцией, находятся на лечении. Один из них, один из 12, находится сегодня в реанимации, в условиях реанимации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...